Орел уже официально литературная столица всей страны. И поток туристов сюда ежегодно растет. Но что отсюда можно увезти? Понимаем, что, наверное, книги, приятные воспоминания, но в материальном плане этим вопросом задавались в Краевеческом музее. Не только задавались вопросом, но и пытались найти ответ на него. Каким может быть Орел в разрезе сувенирной продукции? Это образцы сувенирной продукции, которые изготовлены нашими мастерами именно с Орловской символикой. Потому что, по моему мнению, очень важно увезти из Орловской области что-то, кусочек какой-то Орловщины, вот в этом сувенирной продукции как раз и отраженный. Может быть, это керамика со специфическими рисунками? Или мотивы произведений Тургенева, которые заботливыми руками были перенесены на дерево? Казалось, только недавно разобрались с гастрономическим брендом, а тут уже стали задаваться вопросом, каков Орел туристический? С 2019 года образованная Орловская гильдия мастеров объединяет всех тех, кто работает в этом направлении. Наши мастера покажут свое видение орловских сувениров. Иногда это будет классический орловский список, где-то нестандартное решение. Ну, то есть разные мастеры, разный подход. Про традиционный орловский оберег на выставке готовы были рассказывать наперебой. Любовь к настоящей полотняной загадке в некоторых семьях уже передается по наследству. Народные промыслы – это орловский спис, знаменитый наш орловский спис, который вышивали крестьянки при лучине. Вышивка очень интересная. Чтобы создать браночки, вот браночки внутри, надо прочитать ниточки, все ниточки прочитать, тогда получится генетический рисунок. Сказав «по наследству», мы не ошиблись. Поддержала начинание Виталина Коваленко ее дочь Светлана Закрыжевская. Правда, в ином формате – в керамике. Я думаю, не могло получиться, потому что с этим я знакома с тех, наверное, лет, когда себя помню. Еще в пять лет я ползала по полу, где были разложены большие рисунки, и мне разрешали стиралочкой потереть, где я считаю не так, и провести карандашиком, где мама не разрешала, где, как я считаю. Сувенирная продукция – это не что-то, что будет пылиться на полке и время от времени переставляться с места на место. Это, прежде всего, память. Выставка будет открыта в Крыевическом музее до конца октября. Анастасия Гришина, Андрей Борискин, Телеканал «Первый областной». Спасибо.